здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко ну что пришло время когда мы с вами познакомимся с афишей которая посвящена дню города как всегда сентябре в этот раз правда в августе но все равно таким уже сентябрьским уклоном отмечается день городского круга и люберцы о том как он будет проходить афиши этого мероприятия все 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 знает наш сегодняшний гость григорий григорьевич негин начальник отдела культурно-массовой работы комитета по культуре городского круга люберцы здравствуйте добрый правильно говорю в августе у нас в этом году куда все верно в этом году у нас на последний день лета заключительный закрываем закрываем лето до осень и встречаем наш 401 год звучит звучит мы в том году широко отметили 400 лет и в этом году мы идем по таким девизом первый год в новом столетии новые 100 лет впереди много совершения у города много планов ну и куда же без праздника да конечно же тем более что это уже такая традиция и тут еще много совпадений значит у нас сейчас выходные перед первого сентября и 1 сентября тоже выходной то есть день знаний а это можно сказать такое тоже семейное событие потому что либо детей ведут в школу либо даже те кто школу закончили но может какие-то воспоминания встречи одноклассников и так далее кто-то идет вуз в общем ну такая начало нового сезона и перед началом нового сезона нужно хорошо отдохнуть нужно поставить хорошо точку вот давайте об этой точке поговорим вы пришли я вижу с целым проспектом этого мероприятия этого события ну и пройдемся по афише и так все начинается именно в субботу да именно в субботу на нам как всегда есть что рассказать подготовлена большая программа в как в городе так и в поселках в этом году мы все вместе с своими силами учреждениями культуры спорта и предприятиями организовали программу в поселениях она пройдет но на традиционных уже для жителей на ах да и форматах то есть это краскова это красковская набережная по улице школьные в октябрьском это у нас автодрома рядом со стадионом болятина малаховка это малаховское озеро и утренняя программа будет летнем парке чуть попозже расскажу о ней а вот и у нас там или на гимназии 18 территория там сама густонаселенная нас проживает количество людей там будет тоже стоять сцена и составлена праздничная программа все в поселениях пройдет 17 часов до 20 00 а вот в рамках этих площадок будет интересно всем в принципе да общая опять же такой девиз и этого года как сказал наш президент владимир путин также и мы здесь наш день рождения в этом году отмечаем с учетом года семьи мы нацелены на семью на наши семьи семейный праздник семейный но в любом случае он семейный да мы на празднике всегда ходим семьей а здесь как кстати как да и семьям этим дать еще некий такой кажется бонус что мы говорим про них ведь все равно город состоит в основном из семей тоже да весь город мы это все наши семьи и вот поэтому акцент ставим на этом и все развлечения тоже будут состоять из они разноплановые то есть это местные ребята готовят или кто-то там приедет из городского округа как как-то работе вообще в принципе мы когда готовим такие большие мероприятия мы их собираем все вместе мы не делим поселки город вот как в городе будут выступать коллективы из поселений из города также и в поселении уже только взаимозаменяемость конечно конечно вот и если вернемся к программам в поселениях там будут интересно как деткам на мастер-классе будет организована зона концертная программа конечно из наших творческих коллективов фото зоны различные проекты для семей не вот и безусловно также как и в городе в поселениях будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи здесь тоже каждый желающий может принести мы их тоже располагаем везде рядом с нашими да сценическими пространствами с этими площадками вот чтобы каждый идя на праздник мог сделать свой вклад вот в такое доброе хорошее дело в такой ситуации вот также помимо культурных мероприятий будет большое количество спортивных мероприятий который пройдет на они будут они в основном утреннее дневное до время мы тоже все знаем эти стадионы электрон труд урожай болятина вот там пройдут тоже семейные всякие игры командные футбольные чемпионаты можно поиграть и в теннис и волейбол в уличный баскетбол то есть тоже большая обширная программа спортивным по спортивным да то есть можно в принципе утром семьей по спорту как говорится удариться а вечером уже сходить послушать песни и выступления посмотри выступления да то есть по поселкам вот основные площадки будут интересно уникальное будет мероприятие в парке в летнем парке в малаховке утренние тоже там пройдет театрализованная историческая такая экскурсия я вот от нашего тоже местного коллектива калейдоскоп который располагается культурно-досугом центре союз не вот они проведут там для жителей такой вот интересно но интересного формата тоже экскурсии вот что касается города основными площадками в этом году у нас станет конечно центральный парк наш и площадь перед администрации здесь она уже почти готова на сцена ставится как всегда масштабно долго но это все занимает процесс железо тоже устанавливается вот что касается здесь локации тоже достаточно много каждый сможет найти себе интересное занятие придется на праздник опять же начинается все так понимаю с утра со спортивных каких-то до событий здесь мы в принципе начинаем с утра с 11 часов утра и завершаем и в 20 часов главное на главной сцене не вот в 11 начнут работать локации по сколько их примерно ну при яме виду площадки разбросаны по по центральному парку вот все площадки разбросаны по центральному парку основные то есть это такого направления если мы пойдем с вами да это молодежный кампус в котором будут и лектории мастер-класс арт-объект игры все что интересно молодежи там у них нетворкинг будет они будут общаться делиться мнениями там приглашенные спикеры то есть полностью зона молодежи где опять же молодые ребята смогут найти свой мир такой свой мир чем заняться в день города и быть причастным к этому событию не вот также безусловно у нас будет территория наших предприятий люберецких которые мы гордимся всегда и не делал тоже большой вклад в развитие нашего округа здесь мы тоже располагаем их на нашей основной площадке они подготовили тоже программу где можно будет там в мастер-классе поучаствовать и кто-то кто производит продукцию которую можно попробовать на может быть попробовать поспрашивать поздать вопросы и чего спрашивать поздать вопросы ты безусловно вот они тоже с утра до вечера располагаются в парке и можно будет познакомиться многие живя здесь и не знают что вот там то ли нам мороженое которое она делается у нас здесь в люберцах каждый день моего визита и непосредственно вот тут будет работать лозунг поддержи своего производителя ну и плюс то то что мы как бы знаем да безусловно будет работать площадка направление культуры где будет в этот раз проходить такой интересный формат культурный мега квест вот это много локаций на фонтанной площади в центральном парке будет расположена где любой желающий может поучаствовать в тех или иных активностях в таких как там мастер-класс какой-то творческий мастер-класс по кукловождению там будет выставка народных костюмов где сначала расскажут а потом ты должен будешь ответить будет выставка керамики то есть разного формата вообще и направлении культуры будет там располагаться всякие точки где участник проходя и поучаствовав везде будет получать наклейку на своем маршрутном листе так назовем на небольшой флорочек не вот и после сдавать в регистрационную зону и среди всех участников этого квеста позже будет разыгран подарок то есть лотерейка такая получилось и лотерейка и да и то есть не просто еще поучаствовал еще и можно как бы собой подарочек домой ввести в день рождения принято же подарки дарить конечно же правда вот так еще какие локации одна из интереснейших тоже зон будет это семейная сцена это стационарная сцена парка она тоже будет работать и здесь 12 до 18 00 там мы собрали и наших коллег и партнеров которые всегда поддерживают наши праздники и мероприятия это полностью каким за семейный контент где будет и детский кукольный спектакль и анимационная программа и на сцене выступят совсем юные исполнители маленькие разных жанрах своих то есть как и танцы как и вокалы стихи и прочее то есть это будет самого небольшой фестиваль до своего рода такая зона умиления может быть до родители на детьми вот и в принципе для всех остальных жителей там тоже можно я думаю будет найти что-то очень интересен там меняться будут потому что с 12 до 18 это почти 6 часов почти до мероприятия тогда вокруг люберцы богат талантами да вот ну и конечно же там будет у нас выставка оружия с юной армии и конечно и разбирать и собирать самому можно попробовать обязательно попробовать для этого вставляется на каждый желающий тоже может подойти с инструктором все расскажут покажет и можно будет попробовать и и безусловно будет также у нас зона волонтерского движения да и в принципе у нас есть целые направления по поддержке семьи специальной военной операции они тоже выставляются они проводят и мастер-классы по окопным свечам и тоже гуманитарная помощь общаются ее тоже можно туда да будет принести если пункт сбора у нас до будет находиться возле триумфа возле главного входа в триумф там отдельная зона для именно гуманитарной помощи вот доброе дело мы называем эту акцию в этом году здесь все желающие пожалуйста мы ждем это мне кажется важно нужно в нынешнее время а вот несмотря на какие-то да там обстоятельства вот заодно и на праздник да и праздник и помощь это то что да мы мы сильны когда мы едины до едины мы в любом случае всегда когда мы собираемся вместе здесь есть повод чтобы нам всем собраться вместе и как говорится сплоченно выйти там и песню послушать и помочь и помочь сейчас сделаем небольшую паузу напомню что у нас гостях григорь григорьевич негин начальника отдела культурно-массовой работа комитета по культуре городского круга люберцы рассказываем вам одни города а 401 годовщине городского круга люберцы которая в этом году отмечаться будет 31 августа то есть финал лето финал этого замечательного времени года и подготовка уже к осени к трудовой но вот в таком праздничном и в том числе и с элементами помощи о мероприятии сделаем небольшую паузу вернемся потому что впереди у нас еще рассказы о главной сцене что там будет ну и о других интересностях которые нас ждут ближайшие выходные напомню что эта программа открытый диалог в конце этой недели мы прощаемся с летом городском округе люберцы мы прощаемся красиво потому что день города 31 августа я даже и не вспомню когда последний раз так было в основном всегда в сентябре или там в первых числах сентября это происходило в этот раз вот на границе 31 августа там уже и 1 сентября который тоже в этом году попадает на воскресенье что наверное радует многих ребят потому что все таки один день у них остается еще выходным а со второго уже на учебу гостях у нас григорий греч негин как обычно рассказывает нам об афиши мероприятия в первой части мы более подробно поговорили о центральном парке и о локациях которые там работают а также поселковых да можно так сказать мероприятиях ну что еще запланировано у нас в день города в любитах как могли заметить мы всего лишь назвали несколько там да большую часть но парк мы еще весь как говорится визуально сами не прошли еще чуть-чуть побродим по парку потому что также большая программа спортивная подготовлена и здесь на центральной территории вот у нас придет всероссийский турнир по силовому экстриму это богатырские игры люберцы 2024 в центральном парке на малой площади это большие спортсмены силачи будут тягать и машины и шины и в общем все что возможно подруга жил подругу пойдет поэтому аккуратно посмотреть можно но под руку лучше не попадаться вот интересная очень тоже такая программа поэтому кто любит такой силовой экстрим кто любит спорт обязательно тоже присоединяйтесь к этой программе на начнется в 13 00 на малой площади в центральном парке но сразу после это вся площадь превратится в активности для всей семьи то есть спорт всей семьей здесь можно будет поиграть в теннис стритбол в дартс и различные такие спортивные локальные игры всей семьей вот ну и куда же на каком праздник какой праздник без батутов аттракционов для наших совсем юных горожан и в принципе для тех кто любит такой вид развлечения вот будет организована зона с аттракционной истории где можно будет также повеселиться вот ну а прыгаться вдоволь напрыгаться вдоволь если мы перейдем ко второй основной площадке которая будет располагаться перед администрации до улица звуковая и вплоть до триумфа у нас перед музейно-выставочным комплексом состоится две прекраснейшие выставки художественные наших детских школ искусств и художественной школы вот при организации нашего музейно-выставочного комплекса также состоится уникальное такое мероприятие как экскурсия в вир очках виртуальной реальности не вот это тоже будет все проходить перед музейно-выставочным комплексом на улице звуковой думаю этот так еще можно назвать конечно мы уже в будущем почти вступили до ногой но я думаю что еще не все попробовали одеть эти вир очки почувствовать придется вот есть возможность никуда не выезжать здесь у нас в люберцах поучаствовать в этой интересной истории и вот и также на площади как улица звуковая заканчивается да на площади будет у нас бокс в честь дня города будет разыгран городсков в доме до пояс турнир а вот он начнется в 14 00 бой начнется основном а закончится в 17 00 где уже будет выявлен чемпион а то есть там будет несколько до 8 4 ну что да то есть будет полноценный турнир с бойцами причем что хорошо что он начнется и закончится в один день в одном и том же месте и хорошо что это все будет под присмотром судьи это бывает да все это участвует это спортсмены спортсмены да какой возраст это взрослые это взрослые это взрослые наш подкомитет да это уже это по-настоящему это бокс прям бокс поэтому любители такого спорта приходите тоже и для вас как я вначале говорил каждый найдет себе по интересам занятия маленькая люберецкая олимпиада будет да и конечно на главной площади уже ближе здесь к триумфу расположится главная сцена наша которая тоже наполнится программой дневного времени в 13 00 начнется активная ее часть мы начнем с выступлений наших местных лучших коллективов ведущих коллективов вокальных вокальных хореографических творческая люберецкая лаборатория да это наше подрастающее поколение опять же мы захватываем весь да всю аудиторию возрастную от младших до взрослых выйдут на сцену в этот день вот в первой части как отчетный концерт да когда дело города куда да да все что есть их лучше и всех да конечно но а как не как не видение города до показать чем богат город вот в том числе как и спортом да и предприятиями и культуры это же все вот лицо нашему города главное все это можно будет посмотреть как говорится в одном месте и ну такое продолжительное время в течение праздника для города вот детский коллектив начнут выступать с 13 часов и вплоть до начала церемонии официального открытия нашего праздника 16 00 она состоится время официального открытия выступит поздравить конечно же глава всех пройдет театрализованное представление нашего открытия могу приоткрыть чуть-чуть завесу тайны можно будет увидеть люберцы будущего на экранах поэтому подготовили тоже интересная формата открытия в этот раз приходите увидите как могут выглядеть люберцы через сто лет не вот в 500 500 мы же вступили в столетие поэтому мы должны что-то так прикинуть и посмотрели все наверно от репетировано или последние репетиции еще идут наверное сейчас репетиции любом случае идут уже конечно большая часть готова вот но мы репетируем как всегда понимаем да что это какой-то в основной момент потому что это не просто концерт да а это такая продуманная выверенная именно вот шоу как мы сегодня говорим да и люберцы будущего до прошлом году мы как-то в основном вспоминали о прошлом да как мы вышли на этот юбилей а сейчас уже в пору задуматься о будущем это правильно тем более мир не стоит на месте на все сейчас технологии везде все новое современное и с такими всякими нейросетями и прочими поэтому а кто занимается этим всем этот понимаем весь комитет сейчас надо дать на этой работе конечно как всегда да это командная работа здесь не бывает и единичных каких-то работ здесь каждый вкладывает частичку себя и своего профессионализма да это собирается разрабатывается концепция прорабатывается все обговаривается обсуждается и потом уже выстраивается вместе с нашими опять же коллективами это все в постановке с нашими хореографами уважаемые которые тоже вносят свой вклад все это ставится и уже как раз дарится ну да это тот случай когда это показывается один раз но так мощно красиво видеть можно в 16 часов до начала официальный до старту до 16 00 начала церемонии так мы назовем то что открытие не назовешь это вроде уже вторая половина дня мы с вами в 11 начали отдыхать уже и праздновать наш день города а вот но в рамках вечерняя часть и до в рамках которые также будут чествовать в год семьи нашу семью люберецкого будут названы имя семейной пары участниц супер бабушка рядом с дедушкой когда я думаю все наслышно есть и фанаты наверное следят и болеют за своих конкурсантов на сцене на главное мы узнаем имена победителей семейной пары тоже тем более что когда ты была только супер бабушка но так понравился этот конкурс ведь он вообще-то молодой еще совсем и потихонечку он еще и супер дедушку да да привлекли дедушку еще но это правильно этот год семьи бабушка без дедушки да конечно будут названы победители люберецких звездка за это полугодие тоже ежегодно и уже всем известный тоже конкурс такой конкурс и вальдо активных граждан наших не вот ну и завершим конечно тоже музыкальной песни которую уверен запомнится все мы будут все дальше петь и еще специально будет какая-то песня да конечно мы песни многие пишутся под какие-то песни общего принято иногда берутся естественно в концепцию но что мы что касается там люберецких когда мы поем песни про люберцы мы тоже с коллегами от сергей панов наш люберчанин сотрудник тоже одного из учреждений культуры пишет и музыку и слова я вот когда-то это в команде пишутся слова а вот а кто вот это такой же творческий же процесс да но есть все равно какой-то такой условный заказ до что вот так будет мероприятие попробуешь ну давайте попробую кто это все принимают как есть какой-то главный режиссер или команда режиссеров которые принимают что вот да эту песню берем вот это будет так то так то кто принимает подписывает скажем так проект это коллективное такое творчество получается творчество коллективно в любом случае вот есть главный режиссер вот он перед вами этого действия вот и он и кстати ответственность да не вот и естественно принимаем решение уже конечно коллективно мы с командой это все сочиняем делаем говорится прозрачено разрабатываем него это выносится на общее коллегиальное обсуждение и принимается решение как она в итоге все это будет и мы приступаем уже к процессу реализации репетиции еще один вопрос то есть все закончится в 20 часов до до 20 часов вот насколько я понимаю немаловажный такой вопрос это питание охрана безопасность вы эти вопросы отрегулировали на конечно наш блок безопасности тоже как всегда отрабатывает все на отлично а вот потому что наша центральная площадка она будет отцеплена как в прошлом году кто был тот знает кто нет главной площади цепляется барьерами и вход на не осуществляется с помощью рамок не вот пронос никакой ни жидкости ни еды ничего на площадь нельзя будет в рамках опять же да там безопасности внутри можно внутри можно будет приобрести да конечно без цены более-менее нормальную я думаю у нас всегда демократично мы как бы наш вот тоже торговая да то есть никак в аэропорту да мы так не будем поступать с нашими жителей то есть можно будет и перекусить и получить удовольствие тем более что погода насколько я понимаю будет летняя будем ставить точку по летним да причем говорят что будет жарко впервые за 145 лет опять же такие вот интересное совпадение ну знаете нам это не помеха я думаю мы в любом случае привыкли уже но главное дождя вроде бы дождя не будет и нам не туда дождь может испортить праздник жара точно не жарусь в праздник вот и после официальной части конечно же до 8 часов выступят наши заслуженные артисты московской области наши вокальные и коллективы взрослые и артисты взрослые авторы исполнители тоже подарят свое творчество споют как всем известный кавер также свои песни поэтому я думаю все вместе собравшись на площади получил мы получим удовольствие споем эти песни и финале в этом году завершить мы предлагаем я официально приглашаю всех все-таки присоединиться к нам на эту площадь на вечерней программе чтобы в 20.00 мы все вместе всей площадью исполним гимн российской федерации показав наше единство нашу силу нашу мощь даже с помощью такого и вроде как гимна официальная но мы споем споем с артистами со сцены со всей площадью со всеми люберцами и нам кажется что это будет хорошей точкой точкой лето . дня города и планового перехода в новый сезон который сейчас 1 сентября все это будет происходить совсем скоро и об этом нам рассказал григорий гречни ген начальника дела культурно-массовой работы комитета по культуре городского круга люберцы так что ничего не планируете на выходные кроме как посещение мероприятий дня города ну а вам успешно его провести чтобы все состоялось ну и приходите будет интересно это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания